В легкоатлетической эстафете приняли участие школьники и студенты города. Всего 800 человек. Организаторы, а это департамент физической культуры и спорта и Центр спортивно-массовой работы, организовали спортивные мероприятия в рамках всекубанской эстафеты, также посвященной победе в Великой Отечественной войне. Донести им, как нужно уважать и ценить тех людей, которых с каждым годом становится все меньше и меньше рядом с нами, но которые совершили на самом деле очень героический поступок, который мы даже не можем примерно представить, насколько это было страшно пережить эту войну. Состав команды на эстафете 12 человек. Дистанция для каждого участника 200 метров. Мы тренировались, долго готовились к этому и настал этот день, должны выиграть. Здорово, любим участвовать, хочется за свою школу показать, что мы лучшие. Во-первых, мы гордимся победой, во-вторых, мы готовы переплатить победу, посвятить героям Великой Отечественной войны, и поэтому мы пришли сюда и с гордостью пробежим. Впервые эстафета проводилась на территории Олимпийского парка, а вообще была организована первый раз в 1965 году, и тогда была посвящена 20-летию победы советского народа. Борьба еще впереди, пока лидирует команда школы номер 15, которая становилась на протяжении вот этих почти уже 50 лет. Неоднократно победительницей этой эстафеты. Ну, в принципе, команды школы номер 8, 18, 2-й, 7-й, они всегда были в лидерах. Будем смотреть, кто сегодня победит. Это не последний шанс для сочинцев отличиться своей физической подготовкой в преддверии Дня Победы. 9 мая всех желающих ждут у бывшего кинотеатра «Стерео» в 15 часов. Там пройдет масштабная акция «Рекорд Победы». Все будут отжиматься. В планах организаторов насчитать 25 203 отжимания.